Привет друзья, ставим лайк и поехали! Соседи довольно часто враждуют между собой и это часто перерастает в своеобразную войну, которая чаще всего становится настолько абсурдной, что здравомыслящему человеку сложно было бы представить подобную ситуацию в реальности, а не в какой-то комедии на больших экранах. И вот история девушки по имени Мелисса, которая рассказала свою историю вражды с соседями, является тем примером абсурдной войны. Девушка учится в Калифорнии на аспирантуре, выбрав довольно необычную профессию вулканолог. Несколько лет она прожила на своем обжитом месте тихо и спокойно, пока в соседнем доме не появились новые соседи-первокурсники. Подобное соседство изначально напрягло девушку. Она ждала, что эти ребята будут устраивать постоянные вечеринки, но те вели себя довольно сдержанно, никогда не доставляя дискомфорт своим соседствам. Однако несколько недель назад случилось кое-что не поддающееся логике. В общем, у въезда всегда лежал огромный валун специально для тех водителей, которые не в состоянии правильно припарковаться. Этот валун служил своеобразным предохранителем, ведь если и въедет кто-то, то хотя бы не в забор. Скорее всего, ребятам этот булыжник мешал, потому они и переместили его на сторону девушки. Однако уже через несколько дней он вернулся обратно. Но обо всем по порядку. Все началось с громкой вечеринки, которую соседи Мелиссы решили устроить в своем доме. Девушка попросила ребят не заходить на ее территорию и до утра убрать тот автомобиль, который перекрывал ей выезд, дабы она могла спокойно выехать. Казалось бы, она спокойно и без река попросила о простом соблюдении правил. Однако утром девушку ждал сюрприз. Нет, машину ребята убрали, но ее же автомобиль ребята заблокировали тем самым огромным предохранителем. Однако соседи не знали об одной важной детали, а именно о том, что Мел вулканолог, который неоднократно работал с минералами, образованиями и хорошо соображает в данном деле. У нее была вся необходимая техника для решения сложившейся проблемы. Она даже не собиралась просто так возвращать булыжник обратно, ведь потом они передвинут его снова. Потому с помощью отбойного молотка девушка начала свою работу. Скорее всего такой шум с самого утра не самое лучшее для тех, кто пил всю ночь. Однако девушку это абсолютно не волновало. Это был ответ на безосновательную войну. Камень превратился в горстку камешков. Позже Мел встретила своих горе-соседей. Один из них просто молча кивнул, поприветствовав, а другой уставился на девушку во все глаза, словно она не в себе. Главное, что они теперь поняли друг друга. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.